и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео мы с вами продолжим говорить об армянских лоббистах на территории россии а также о представителях из самого армянства действующих только исходя из интересов армении хотя эти условные личности являются гражданами россии о ком пойдет речь но как вы понимаете в связи с наступающими выборами в россии мы в неочередной раз затронем в данном видео такую кавычках личность как затулина нет а жириновском мы говорить не будем мы с вами также поговорим о пегове мы с вами затронем в данном видео такую личность как антитопор то есть мы затронем всех тех которые очень часто то являются раздражителями раздражителями не из-за того что они говорят какую-то правду особое мнение а из-за той массовые лжи которые они умудряются вложить даже в несколько минут своих умозаключений высказанных умозаключений ну что ж давайте с вами приступим давайте приступим потеря великой страны заказная кампания против затулина продолжение до армянство в панике армянство паникует так как очень может быть что затулин впервые за долгое время не пройдет в думу а кто знает может быть и окажется на нарах потому что стали всплывать в российских же сми многочисленные факты касательно многочисленных же жилищных площадей вилл квартир принадлежащих затулин и его семейки на территорию кстати в основном не в сочи а в москве интересно так слову и вот те статьи которые стали последнее время адресовываться затулину видимо сильно наступают ему на мозоль если вдруг так активизировались его заступники ведь он никогда не обращался к армянству за заступничеством и вдруг такая реакция в частности за него то бишь за затулина стали заступаться не никто нибудь а спутник телеканал принадлежащий маргарите симонян и youtube канал молния интересно давайте с вами послушаем небольшой фрагмент из данного видео в дальнейшем я объясню почему это очень важно приступаем приступаем по пути базирующегося в сша и на украине телеграм-канала российский репортер пошел и телеграм-канал низыгаль оба сбились со счету квартир константина затулина то есть нелегаль все-таки базируется в россии если в отношении первого они стараются адресовать что он связан с америкой то в отношении второго они связывают его все-таки с россией это крайне важно уже хорошо в который раз классик оказался прав квартирный вопрос портит не только москвичей но и анонимные телеграм-каналы подождите а что тут удивляется глава канала молния сколько раз армянство обрушивалась она различных российских политиков обвиняя их в том что они получали взятки от азербайджанцев того же самого взять калашникова олега кузнецова евгения михайлова а ведь тоже доказательства приведены не были не так ли а вот в отношении затулина ну ребята ну не просто так он четырежды аж проходил парламент что-то мне не верится в то что это происходило без определенных коррупционных схем не так ли но давайте продолжим так о декларациях о декларациях значит молния тв делает вид что не понимает как легко люди прячут свою свою жилплощадь они не знают как пишут на алкоголиков наркоманов и так далее или этого нет правда нашли отсутствующие в них пять квартир в москве немедленно обращайтесь в избирательную комиссию требуйте отмены регистрации затулина в качестве кандидата так подождите к этому и идет в начале необходимо чтобы затулинам заинтересовались сами правоохранительные органы зачем подавать это дело правоохранительных органов в частности которые занимаются борьбой с коррупцией потому что важно не просто не допустить а важно понять кто ему заплатил кто осуществлял платы вот чего боится кстати армянство вот почему она заступается за затулина потому что не главное что пройдет он или нет могут всплыть те самые переводы финансовые переводы которые шли на счета затулина браво молния браво ты сама озвучила страхи армянства не знаю как у тебя это произошло проговорилась ли ты потому что канал молния это крайне про армянский канал продолжаем депутаты госдумы или прекратите наконец врать в русский язык давно вошло выражение делить шкуру не убитого медведя но мы поздравляем низыгарь с изобретением новой технологии выборы еще не состоялись они загаре уже пустился во все тяжкие чтобы не пустить затулина в профильный комитет по делам снг и связи с соотечественниками в котором он работал все четыре срока работы в год продолжим уши заказчиков недовольных позиций затулина торчат из опубликованного материала радует по крайней мере что судя по всему эти люди уже примирились неизбежным и не сомневаются в победе затулина на выборах достаточно посмотреть на рейтинге ничем не можем помочь заказчикам и подрядчикам позиция затулина по крыму и донбассу не нравится украине позиция затулина по обхазе и осетии не нравится грузии позиция затулина по приднестровью не нравится молдове позиция затулина по нагорному карабаху не нравится азербайджану его кредо дружить со всеми но не ценой предательства самого себя своих национальных интересов союзников и соотечественников останавливаем своих собственных интересов а также соотечественников а каких соотечественников интересно говорит затулин в армении сколько русских россиян проживает в армении и сколько проживает в азербайджане сколько русских азербайджанов стали героями Карабаха в недавней войне, воюя за свою родину, за Азербайджан. И сколько воевало на стороне Армении граждан, именно граждан Армении, русской национальности. Сколько? Сколько русских школ в Армении? В каком количестве институтов в Армении можно получить высшее образование на русском языке? Так о каких же интересах России идет речь в Армении? Разве что о серых схемах, по поставках из киндеров серии М и прочих грязных махинаций, я так понимаю, в которых, конечно же, помыл свои ручки, в частности, Константин Затулин. Или я ошибаюсь? Тогда поправьте меня. Я уж не говорю о многочисленных переводах от армянских бизнесменов в России в Армению. То есть смывая деньги, наворованные в России. В качестве примера могу привести главу компании Ташир. Это чтобы был яркий пример. А также многочисленных, более мелких бизнесменов, которые недавно злодействовали на юге России и не без помощи всем известного Евгения Михайлова оказались на нарах, которые драбили Россию. Но давайте продолжим слушать, что же говорит нам телеканал «Молния». Мнение, которое распространяет Мизыгаль о дружбе со всеми поголовно, прекрасно, но неисполнимо. Мы должны не дружить, а оберегать свои национальные интересы. Дружить во что бы то ни стало мы не будем. Мы помним, что подобная позиция Горбачева привела к известным последствиям потери великой страны. Вот, вот это важный момент. Потеря великой страны. То есть Затулин переживает за крах Советского Союза. Интересно. Интересно, потому что он также почему-то прекрасно себя чувствует, несмотря на его вот эти глобальные переживания. Сидя за столом с теми, кто раскачивал Советский Союз. О ком я говорю? Я говорю о его дружбе с двумя, как минимум, бывшими президентами Армении. Кочаряном и Сержем Сарксяном. Ведь, надеюсь, никто в России не сомневается, что вот эти два, две ключевые достаточно фигуры в армянском сепаратизме участвовали в развале СССР. Но он прекрасно сидит с ними и подпевает коньячок, когда эти два представителя армянства посещают Россию. В частности, в здании Лазаревского клуба, где очень широко представлены те самые силы, которые разрушали СССР. За которые так печется Владимир, ой, прошу прощения, Константин Затулин. Интересно. Интересно, дорогие мои, когда он, говоря о своем участии в наведении порядка и о величии армян, забывает о том, как армяне уже грабят не только русских на юге России, но и друг друга. Давайте послушаем небольшой ролик. Житель Гайкадзура обокрал соседку в дежурную часть отдела МВД России по Анапе. С сообщением о хищении имущества обратилась жительница села. Женщина пояснила, что у нее из сарая пропали строительные инструменты. Бензопила, шлифовальная машина, несколько фляг для воды и электрический кабель. Полицейские оперативно установили личность и местонахождение причастного к краже. 29-летнего жителя села задержали на одной из улиц Анапы и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенная за исключением бензопилы подозреваемый продал, а деньги потратил. Бензопилу удалось вернуть законной владелице. Давайте остановимся. Вроде бы мелочи, но данное событие вписывается в многочисленные факты армянского беспредела в России, творимого не только над русскими, но и над такими же армянами. Для того, чтобы посмотреть эти многочисленные факты, вам достаточно зайти на главную страницу моего канала, нажать на плейлисты и обратить внимание на один из них. Это армянский беспредел в России и по всему миру. Вот он, 123 факта. Большинство из них именно по России. Но не будем останавливаться на этом, вы дорогие мои. А пойдемте еще чуть дальше. Знаете, когда смотришь о многочисленных ужасающих свидетельствах касательно проблем россиян на юге России, это и, прежде всего, ужасающая инфраструктура, вроде бы курортных городов, не приспособленных для жизни. Это и Сочи, и Адлер, и Армавир, и Краснодар, и так далее. И смотришь, как на фоне этого в неочередной раз, когда власти юга России говорят о нехватке денег, почему-то в Краснодаре строится внеочередной кафедральный собор. Армянский кафедральный собор. Не стыкуется, дорогие мои. То есть, на продвижение интересов армянства деньги находятся, на решение проблем россиян на юге России денег нет. Даже не знаю, что добавить. Да, наверное, больше здесь ничего и не добавишь. А стоит пойти еще чуть дальше. Армяне атаковали в соцсетях Марию Захарову. Антироссийские настроения в Армении набирают обороты. Тоже очень интересно. Очень интересно, ведь сейчас, если армянство вот так огульно объявляет, что на Затулина охотятся только азербайджанцы, и россияне так довольны его заседательством в Российской Думе на протяжении уже четырех созывов, то что же может сказать Азербайджан в отношении гонений армянства на Марию Захарову? Это вопрос к армянам. Вопрос интересный, интригующий, не так ли? Но меня волнует даже не это. Среди армянства вдруг внезапно вспомнили про Галину Старовойтову. Вспомнила тоже легендарная, в кавычках, проармянская личность Светлана Кульчицкая. Обратите внимание, как мало лайков по данным видео. Большинство не хотят ее смотреть. Не так ли? Только один комментарий. А нет. Давайте посмотрим, сколько. Четыре комментария и только двое людей. Но меня интересует не это. Меня интересует другое. Мне бы хотелось поневоле в связи с воспоминаниями о Галины Старовойтовой задать вопрос Затулину. Как он относится к таким личностям, как Галина Старовойтова? Зори Балаян и прочие. Хотя, если он сидит за столом с Кочаряном, ответ, наверное, для этого не надо быть каким-то особым предсказамусом. Он просто рукоплещет Галине Старовойтовой и по его мужскому лицу течет одинокая, но гордая слеза. Не так ли? Эгоизм возможно. Но с такими только так. Мы же с вами продолжим. Да, дорогие друзья, сейчас мы с вами переходим к речи о Варгонзе, о Пегове. Есть такой журналист, о котором и хотелось бы поговорить. Журналист в кавычках. На самом деле банальная куча вымыслов и лжи, которая, видимо, и создала тело под названием Пегов. То есть это вот эта ложь, лицемерие, сказки, они, в общем-то, можно сказать, вышили душу, мозг, тело Пегова. Потому что это сплошная ложь, данная в кавычках личность. И сейчас я ознакомлю вас с неочередным фактом, когда ложь Пегова была взломана. Давайте послушаем. Настало время просить прощения и извиняться. Еще в прошлый раз я, ссылаясь на канал Варгонза, сказал, что какое-то количество афганских беженцев типа якобы Азербайджан собирается разместить на территории Нагорного Карабаха, которую Азербайджан недавно себе приобрел. И я сказал, что это очень странная новость, что такое маловероятное, что если они даже и кого-то возьмут, это будет очень мало людей, потому что азербайджанцы не нужны афганские беженцы. Это не та страна, которая обожает принимать у себя беженцев. И в общем-то в этом я угадал, а потом оказалось, что какие-то ребята Варгонза просто тупо развели, потому что они сняли в аэропорту в Америке, то ли в Нью-Йорке, то ли в Вашингтоне, сняли толпу афганцев и выдали это за аэропорт в Баку. И Варгонза на эту хуйню купился, этот фейк распространил, и собственно все над ним смеются, потому что оказалось, что это источник, которому нельзя доверять. Он говорит, что типа якобы у него есть какие-то свои источники, а на самом деле он покупается на любую хуйню. Так что в этом месте азербайджанцы Варгонза развели, как ребенка. Давайте остановимся. Это так. Мелкий штрих к описанию того, что связано с армянскими лоббистами в России. Знаете, сейчас мы с вами перейдемте к еще одной в кавычках личности. В данном случае мы с вами переходим к разговору именно уже о представителях армянского лоббизма из самого армянства на территории России. В частности, речь пойдет о антитопоре. Давайте послушаем небольшой отрывок. Долго я не хочу вас мучить данными юридическими высказываниями данного в кавычках блогера, но небольшой отрывок все-таки придется послушать. И я объясню почему. Давайте приступим. антитопор. Ну, он благодарит за донаты. Недавно меня здорово развеселили азербайджанские СМИ, которые давно стали притчей в языцах. Пишем... А вас антитопор не смешил Пегов? И не смешили армянские генералы не так давно, во время 44-дневной войны. Вас не смешил сейчас, когда многие армянские патриоты кричат о том, что вооруженные силы Армении готовы отстоять, готовы завоевать и дойти до Баку. По сей момент это все еще слышится. При том, что в 44-дневной войне здесь я вынужден вспомнить слова Романа Багдаса Ряна, а также можно увидеть многочисленные видео и фото свидетельства этому, как дюжа армянские вояки сверкая пятками бежали из Карабаха. В частности, Роман Багдаса говорил о том, что часть вооруженных сил Армении и Карабаха переодевались в женские одежды. Кстати, здесь я вспоминаю Зория Балаяна в 92-м году он тоже пытался бежать из Ханхэнды, переодевшись в женщину. Не получилось. И, наверное, антитопор об этом наслышан. Это первое. Второе. Есть многочисленные видео свидетельства того, как армянских солдат, армянские же генералы приковывали к окопам, а также к военной технике, чтобы те не сбежали. Героизм. Ну, а теперь продолжим. В чем же он захочет теперь укусить вооруженные силы Азербайджана? Послушаем. Дескать, сам Столтенберг похвалил азербайджанских солдат в Афганистане. Думаю, Столтенберг либо баранины объелся. Так, я хочу сказать, что вооруженные силы Азербайджана похвалили в свое время в Карабахе многочисленные различные военные авторитетные личности. Как же это? А вот Столтенберг ошибся, да? Интересно. Либо азербайджанские СМИ что-то снова за уши притянули и напутали, чтобы выпендриться. Оказалось последнее. Столтенберг оценил действия США, Великобритании и Канады в Афганистане. Цитирую, также обозначил миротворческую миссию Турции и Азербайджана. Обозначил миротворческую миссию Турции и Азербайджана. Если их миротворческая миссия была бы неудачна, навряд ли он бы обозначал. Это так. Чуть-чуть. В этой стране не похвалил, а обозначил. Миротворцы этих двух стран передавали детей через забор Кабульского аэропорта. А только это якобы. Интересно. Как этих детей провести до аэропорта? Доставить? Он думает, это так легко? Попробовал бы. Этого было достаточно, чтобы азербайджанские СМИ начали трезвонить о доблестных Аскярах, которые даже детей передавали через забор вкупе с турками. Не одни, а с турками. Ну, в принципе, они все время ходят с турками. Так же, как вы все время ходите под русским сапогом. Даже не с россиянами, а под русским сапогом. Продолжаем. Это всем известно. Без турок они никто. Эти самые доблестные Аскяры. Джабраиловский район брали азербайджанские танкисты. Шушу брал азербайджанский спецназ Яшма. Как же это? Где там были турки? Хотя бы один. Я не говорю про остальные районы, я говорю про эти два. Где были турки? Их не было. А вот на стороне Армении действительно воевали россияне. Есть видеосвидетельство в частности россиянина из Санкт-Петербурга русского. Это факт. Есть свидетельство участия представителей ПКК. я не говорю про весь курдский народ. Но это часть более радикализированных курдов. Это же тоже правда. Также скорее всего участвовали не могу точно сейчас сказать. Но в первой карабахской на стороне армян участвовали греки. Наверное и в этой войне они поучаствовали опять таки не могу утверждать я не антитопор который утверждает с точностью что на стороне Азербайджана чуть ли не воевал весь мир. Но есть факты. Скорее всего воевали французы потому что в первой карабахской эти моменты имели место. Не так ли? Продолжаем. Мать и дитя ей богу везде ходят пары армянские миротворцы в Афганистане или Косово одни а эти только пары Ну это смешно вы всегда поближе к французам либо к россиянам под русским сапогом но речь не об этом если нас выставили такими уж неудачниками нет я не буду говорить уже о неудачах вооруженных сил Армении так называемых вооруженных сил Армении в Карабахе уберем это в сторону я не буду напоминать как армяне воевали в первую Карабахскую войну не буду и кто всегда приходил к армянам на помощь когда вооруженные силы Армении так называемые терпели крах это было и в 92 и в 93 и в 94 городиская операция пускай антитопор поинтересуется что это такое было но не будем не будем так вгонять армянство в уныние я хочу поговорить не об этом вооруженные силы Азербайджана на протяжении 30 лет не просто готовились освобождать свою родину они занимали первые места на всевозможных международных соревнованиях азербайджанские танкисты азербайджанские артиллеристы азербайджанские спецвойска выигрывали вот что касается азербайджанских спец войск спецназначения они выигрывали даже у турков израильтян англичан американцев зачем нам быть при ком-то вопрос интересный если мы выигрываем мы можем быть рядом но не при ком-то неужели антитопор запамятовал об этих соревнованиях или ему никто не говорил о военных соревнованиях в которых участвовал Азербайджан тогда ай-яй-яй тогда ай-яй-яй но сейчас мы с вами перейдем к еще одному представителю армянства на территории России я хочу напомнить вам и напомнить Кургиняну который сейчас рвет все что рвется на себе в отношении продвижения армянских интересов его же слова которые он сказал достаточно давненько где-то 6-7 лет назад давайте послушаем и после этого я хочу задать Кургиняну вопрос с чего такие перемены и сколько вам заплатили за то чтобы вы изменили свою риторику а теперь послушайте пожалуйста в кавычках условно назовем уважаемый Кургинян послушайте себя любимого приступаем в конце 80-х годов я приехал в Баку в составе антикризисной группы которую сам же и создал и для того чтобы противопоставить что-то версии событий которые тогда раскручивали демократы а также официальной тупой версии в которой уже не было никакого чего живого и про которую было ясно что она мертва и создает то есть он тогда выступал против армянства потому что ту ложь о сумгаидских событиях и так далее в основном шла именно от проельцинской команды продолжим то есть он выступал против оттенить собой всю блистательность всю тонкость и правдивость лживой демократической версии или либероидной как сейчас мы это называем ну например могу сказать что тогдашний официоз например выдавал такие первые ну что же вы два братских христианских народа армяне азербайджан судрежете друг друга это был вполне возможный первого официоза на фоне этого официоза все что говорили так сказать представители демократического лагеря оказалось верхом ума тонкости четкости правдивости и так далее это было абсолютная ложь мы тогда приехали для того чтобы все-таки этой умной коварной лжи противопоставить что-то конкретное и не столь элементарное как то что делал официоз а в этом смысле мы давно уже работаем на противостояние существующим вот этим демократическим мифам тогда эти мифы были невероятно привлекательны так сказать заглатывались они на раз приводили людей в состояние безумия люди бегали с вытраченными глазами и требовали того чтобы номенклатуру немедленно так сказать сбросили ради того чтобы замечательные демократы творцы вот этих вот лживых мифов побыстрее пришли к лапасти и создали себе твое будущее насколько я понял к этим так называемым в кавычках демократам он приписывал бонар и подобных не так ли а также приписывал армянских сепаратистов дошнаков и им подобных или я ошибаюсь это было 6-7 лет назад высказывание Кургиняна и так я приехал в Баку где разворачивались события совершенно не имеющие никакого отношения ни к официозу ни к тому что пропагандировала так сказать наша демократическая позиция что именно створилось ну к примеру могу вам со всей ответственностью сказать что когда там зверски убивали так сказать предположим армян в начале Сумгаити и так сказать издеваясь над ними осуществляли некие ритуальные действия то делали это не азербайджанцы а делали это вообще люди со стороны подождите он говорит опять таки что началось Сумгаито если он был в 80-е годы в Баку неужели он не знал о Кафане то есть все таки небольшая ложь небольшие намеки в сторону армянства что заплатите видимо уже тогда были нанятые представители международных структур частных ну да Монте Милканян гражданин США все правильно арабо отряды арабо и аромо которые тоже имели корни вовсе не связанные с территорией Советского Союза он об этом видимо говорит мы этих представителей просто знаем по именам знаем каким структурам они принадлежали тогда и каким структурам они принадлежат теперь эти люди так сказать убивали армян подключали к этому делу азербайджанцев потом ну уже дальше вы наверное вспомнили его остальное выступление оно уже не столь важно зачем я решил вас ознакомить в качестве итоговой точки с выступлением Кургиняна вы знаете когда армянин говорит даже малую толику правды а тут только маленькая толика он не говорит ни о кафане ни о сборе подписей об отделении Карабаха от Азербайджана ни о выступлении академика Гамбекяна ни о выступлении Горбачева ни о Яковлеве а он говорит только обрезанную крайне обрезанную часть правды и к сожалению мы азербайджанцы имеем такую черту как нам хочется верить что в следующий раз он договорит правду хочется возможно это все еще отголоски тех той советской поры когда мы жили вместе хотя многие армяне уже тогда нам врали я не говорю про всех уже тогда врали и мы потом и мы сейчас это видим даже в интернете как так называемые шортвадцы сейчас говорят что азербайджанцев в частности стоит убивать во младенчестве мы это видим мы это слышим как-то так дорогие друзья я не буду занимать долго вашего времени я осветил последние моменты связанные с выступлениями и с интересами армянства на территории России а также показал причины нашей доверчивости азербайджанской доверчивости жду ваших комментариев жду ваших мнений в форме комментариев жду ваших лайков либо дизлайков не забудьте подписываться на канал те кто не подписаны те кто подписаны проверяйте подписку нажимайте на колокольчик чтобы получать оповещения о новых видео делитесь ссылками на мои видео в соцсетях приглашайте друзей и знакомых ну а я я буду стараться делать свои видео более интересными для вас на этом все дорогие друзья я с вами прощаюсь сегодня я постараюсь записать еще одно видео но не гарантирую всем до свидания всем пока всегда ваш Сеидов Кемран до свидания до свидания дорогие мои до свидания 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 до свидания